В сегодняшнем видео мы покажем рецепт тонкой итальянской рятошки, называемой пиадина. Подавать ее можно отдельно, в качестве хлеба, либо нафаршировать различной начинкой на ваш вкус, начиная от овощей, сыра, различных видов мяса или ветчины, заканчивая сладкой, как например нутелли. Таким образом, фаршированная пиадина будет самостоятельным блюдом. Эдакая полезная версия итальянского фастфуда. Ингредиенты, как видите, для самой лепешки простые. В этом видео мы же покажем, как приготовить саму лепешку, а начинка останется на ваше усмотрение. Смешиваем воду с молоком. В отдельной емкости добавляем соль, соду и оливковое масло. Все перемешиваем. После чего добавляем муку и начинаем замешивать тесто. Муку добавляем не всю, оставляем грамм 50-100 для присыпки поверхности. Замешиваем тесто в емкости до того момента, как мука не питает всю жидкость. После чего удобнее продолжить замешивать тесто на поверхности. Посыпаем мукой поверхность, на которой будем работать, а также руки, чтобы тесто не прилипало. Если тесто слишком сильно прилипает к рукам, можно также посыпать немного муки на само тесто. Замешивать тесто нужно минут 15 до того момента, как тесто станет эластичным и упругим и будет с легкостью отлипать от рук. Готовое тесто размещаем в емкость, слегка присыпанную мукой. Обязательно накрываем его, чтобы оно не затвердело. Даем тесту отдохнуть 15 минут. Отдохнувшее тесто разделяем на 5-6 частей, зависит от желанной толщины диаметра. Формируем шарики из каждой части теста, так и будут будущие 5 дней. Для этого складываем тесто, так сказать, в трубочку. Сначала поперек, а потом вдоль, несколько раз. После чего раскатываем шарики. Лучше не нажимать на тесто просто сверху ладони. Таким образом тесто не скатывается равномерно в шарик. Для этого лучше разместить руки слегка с одной пальцы на тесто и начать крутить шарик. Сформированные шарики отправляем опять в емкость отдыхать. Не забываем прикрыть их. Отдыхать тесто в этот раз следует 1 час. Начинаем раскатывать тесто. Посыпьте мукой поверхности скалпы, так тесто не будет прилипать. Сперва раздвигаем его руками, после чего можно начать раскатывать скалпы. Постоянно переворачиваем тесто, чтобы достичь равномерной толщины со всех сторон и круглой формы. Если тесто больше не подается раскатыванию, можно отложить его, тем временем продолжить раскатывать оставшееся тесто, а потом вернуться, продолжая раскатывать, достигая желанной толщины и диаметра. Готовые пиодины протыкаем вилкой, так тесто не будет слишком пузыриться при выпекании, тем самым при горах. Мы раскатали довольно тонкие пиодины диаметром 20 см. Они будут идеально помещаться в сковородку. Здесь учитывайте диаметр вашей сковородки. Разогреваем сковородку без масла до средней температуры. Лучше использовать чугун или с этим пригарным покрытием. Обжариваем примерно по 3 минуты с каждой стороны. Вот такие лепешки у нас получились. Time to eat it! Их можно сбрызать немного оливковым маслом, иначе при остывании они начнут терять свою мягкость. А если хотите узнать, как можно напаршировать пиодину, переходите смотреть отдельно видео. Ссылка, как всегда, в описании. Не забывайте ставить пальцы вверх и скачать приложение Time to Cook для телефона. Там вы найдете время приготовления сотни наименований продуктов. А также с его помощью можно с легкостью установить таймер. Заглядывайте на наш сайт timetookook.it. Размешайте фото ваших готовых блюд в Instagram с хэштегом time to cook. Чао!